После сокращения в рядах ГИБДДМ количество экипажей ДПС на улицах значительно уменьшилось. Как признаются силовики, нехватку рабочих рук отчасти компенсирует новые технические средства и активная помощь самих участников дорожного движения. К слову, с начала года только сотрудники госавтоинспекции Сыктывкара получили более 900 народных сообщений с фактами нарушения правил водителями. По результатам проверок около 400 автолюбителей привлечено к административной ответственности. Репортаж Антона Булаева. Юрий Шибаев один из самых активных помощников ГИБДД. Молодой человек отправил в госавтоинспекцию уже более 50 фото и видеоматериалов с нарушением ПДД. По словам молодого человека, все началось год назад, когда он в одиночку решил бороться с недобросовестными владельцами железных коней в своем дворе. Те регулярно парковались на тротуарах. Я конкретно в своей локации, в своем дворе считаю эту проблему, ну, решил. То есть фиксировал нарушение на свой мобильный телефон и отправлял посредством приложения мобильного. Сотрудникам ГИБДД они обрабатывали и отправляли письма счастья водителям с соответствующим штрафом. Реакция водителей, значит, с этого начну, достаточно агрессивная. Соседа водителя, я просто помню это, когда фиксировал нарушение очередное, он проезжал мимо и с каким-то таким скептическим отношением говорил, что, мол, опять стучишь. Как бы вот такая вот у него позиция, хотя сам он не парковался на тротуаре, а парковался в специальном кармане. Стражи порядка отмечают, чтобы недобросовестный водитель действительно был наказан, устного сообщения или простого звонка инспектору ДПС недостаточно. Нарушение правил необходимо зафиксировать на видео или фото, что сегодня несложно, поскольку почти в каждой машине установлен видеорегистратор, либо имеется под рукой мобильный с камерой. Далее предстоит написать заявление в ГИБДД с указанием обстоятельств произошедшего. В течение 30 дней полученная информация обрабатывается сотрудниками полиции и выносится соответствующий вердикт. Главное, чтобы факт игнорирования ПДД был отчетливо виден. Активность граждан по выявлению вот таких вот правонарушений, как я уже сказал, она увеличилась. Допустим, если сравнивать буквально там взять 2-3 года назад, такого, конечно, не наблюдалось. Сегодня мы наблюдаем активную гражданскую позицию со стороны многих жителей города Сыктывкара, которые зачастую нам помогают, в том числе и в выявлении пьяных водителей. Все они знают наши телефоны и куда надо сообщать. При этом не требуется обязательно оставлять свои персональные данные. То есть достаточно просто сообщить о том, что по такому-то адресу на такой-то автомашине управляет водитель с признаками алкогольного опьянения. В ГИБДД видеофиксацию нарушений ПДД считают эффективным средством. Не случайно, что в последнее время включенную камеру можно увидеть в салоне каждой патрульной машины. Все действия стражи дорог фиксируются в режиме онлайн, а после записи в обязательном порядке проверяются. Зачастую видеорегистратор помогает стражам дорог предотвратить провокации со стороны водителей, а если потребуется, впоследствии и доказать их вину в суде. Стража дорог призывает жителей Коми проявлять активную позицию. Водителям и пешеходам силовики советуют не оставлять без внимания грубые нарушения ПДД, а немедленно сообщать об этом в госавтоинспекцию. При том, что сделать это сегодня можно дистанционно, при помощи интернета. Антон Булаев, Владимир Шишкуна, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.